Всем привет, друзья, подписчики, гости канала! Ну чё, покопаем сегодня, да? Мы сегодня вновь на этой распашке. Вот, единственное, помните, когда я позавчера уезжал, дождь меня сбил. Колышки у меня остались на месте. Вот раз, вот два. То есть я сейчас буду бить циклично. Обратите внимание вот на эту границу. Вот, смотрите, братцы. Вот, видите, вот полоса. Это я машиной накатал, вот, чтобы сделать границу, пока здесь как бы... И вон, вон туда вот. То есть полполя. Вот эта половина поля прозваниваться не будет, потому что пройдя где-то 200 метров, ну, за два с половиной дня, у меня с этой стороны не было ни одной монеты. Соответственно, я полагаю, то, что вот эта половина поля, вот, где в основном вся пачка монет засыпалась, находилась ближе к домам. То есть, соответственно, народ здесь ходил чаще, и находки монеты тоже терял чаще. А дальше, может быть, огороды были короче, может быть, я хрен его знает что, может, вообще какой-то был пустырь, но находок там нет. Вот, у нас продолжается эпопея по захвату распаханного огорода на заброшенной деревне. Будем с вами, братцы, сегодня ходить, копать, и этот участок у нас будет пробиваться гораздо быстрее, потому что я ширину его сократил вдвое. Так что, братцы и сестрицы, конечно, тоже, вам привет, приятного просмотра. Все, что найдем, покажем, и все самое интересное, как всегда, впереди. Друзья, в нашем хобби без металлоискателя никуда, поэтому я вам подскажу, где его купить. Магазин Антиквар 32, делаешь заказ, нажимаешь Оформить, и вбиваешь промокод Охота за сокровищами, который работает теперь вот так. Забиваешь, получаем скидку, либо подарок, товар падает в корзину, заполняешь свои личные данные, и используешь любой перевозчик и компанию по пересылке грузов, которая присутствует на сайте. Оформляешь заказ, и ваш товар уже в пути. Скидка по промокоду Охота за сокровищами работает почти на все. Сейчас, ребята, все возможно. Купи свой металлоискатель уже сейчас, потому что сезон в самом разгаре. Магазин Антиквар 32, пожалуй, это то, что нам нужно. После многочисленных гильзачей, друзья, у меня первый монитос. Первый, первый, да какой. Трехкопеечный совет 1948 года, послереформенный СССР. Монетка интересная, таких тут еще будет не один десяток штук, я думаю, потому что не один десяток штук я уже здесь их поднял, даже до распашки. Вот, короче, первое с почином. Еще одна, ребята, находочка, вот. Или ручка какая-то, или подсвечник какой-нибудь. Блин, как она звонила, а? Я уже хотел за камерой лезть и кричать то, что это, братцы, царский монитос. Потому что медь, потому что круглая, может быть, еще и лежала вот так. Ну, ребятки, я не стал этого делать, потому что, потому что, ребята, форматировать нет желаний и возможности. На экшн-камере форматировать я могу сразу весь материал. А у меня здесь еще прошлый ролик остался, я его на комнате перенес. Ну, вот такая вот, ну, с этой деревней ролик, конечно. Вот такая вот, шмурдевина, но медная. А вот, братцы, находочка, сижу, тру-тру, думаю, сначала, короче, просто шайба. А это, ребят, совет. Вот, определил я это по... Ну, на зуме буду в конце ролика вам показывать. Вот, видите, ну, наверное, не видно на экшн-ку. Вот тут соединяйтесь, написано. И вот, короче, колосья. Видно, еле-еле. Или, короче, походу колечко, наверное, хотели скатать. Вот здесь буквы есть. Вот. Ну, звучал как советик. Собственно говоря, это и когда-то был, скорее всего, трояк. Вот по размеру где-то 3 на 3 копейки, похоже. Вот, надругались. Вот уже к дому подхожу, к следующему. Вот, видите. А сейчас я вам, братцы, покажу его по-скорому. Так. Так, так, так. Фундаментальный фундамент. Вот, видите, ребят. Здесь фундамент чисто весь из природного. Вот, фундамент сложный. Вот она, стенка. Вот, короче, кирпич печной. Вот, может быть, здесь, кстати, сарай был. А дом вот. Вот, скорее всего, дом. Прямоугольной формы. А вот погреб обвалившийся когда-то был. Вот, видите, яма старинный. Весь из камня абсолютно. Вот, видите, черемуха, братцы. Скоро черемуха зацветет, платва пойдет. Хреначить будем рыбу на реке. А пока монеты копаем. Что-то мало сегодня монет. Вот, нашел подсвечник, трояк. И дырявый трояк. Фрагмент от трояка. Но, не унываем. Смотрим дальше. Так, братцы. Вот он у нас, монитосик. Совет. Блин, ветер поднялся лютейший. Опять, зараза. Как они достали меня, эти ветра. Я не знаю, куда прятаться. 52-й год. Сохран, ля какой, аж блестит. Е-мое, пальцами почистил. А если его в обработку, так он вообще будет нульцовый. 52-й год, 10 копеек. Так, прошу любить и жаловать. Вот с этой ямки ветреной. Батюшки родные, батюшки матушки. Вы посмотрите, братцы, что. Ну-ка. Короче, царь. Медь, я думал, опять медь, короче. Ля какой, царь, охренеть. 1845 год. Монетка восстановлению подлежит. 1845 год с точкой, похоже. И вот с этой стороны Николай Первый. Обалдеть можно. Прямо, ну и этот фундамент, который я вам полчаса назад, может, показывал, я уже оттуда, наверное, где-то. Вот, я уже его прохожу. На этом огороде мне удалось поднять только 2 рубля ходячки. Вот, буквально, может, 15 минут 10 назад. Вот. И, ребята, 10 копеек. Не помню, какой год. Рамочник я поднял. Все. Огород был перспективный. Видите, дом из природного камня. Ну, может, чуть смещен. Вот. Видите, какая монетка офигенная, а? Одна копейка серебром. Обалдеть. Я находил здесь одну копейку серебром. Находил здесь две копейки серебром. Но это было аж вон там, в начале деревни, в начале тех домов. А здесь что-то не помню. Гоже. Гоже. Вот такое ветрище, а? Хе-хе-хе-хе-хе. Ля. Давай, шаровары, дуйся. От души полсуйся. Короче, монитос у меня, братцы. Монитос. Сейчас я вам его покажу. Ля, как вьются штаны, а? Я пододел куртку уже. Холодно. Вот. Трояк, по всей видимости, братцы. Вот. По всей видимости, трояк. Да. Давай, блин, что я вам стараюсь закрыть от ветра. Блин, еще раз попробую. 46-го года. Да какой сохран, а? Он как новый, е-мое. Это в земле не был виден. По размеру, ну да. Поздний советский. Ну как, ранний советский. Я их ранние называю, друзья. Вот. 46-го года троячок. Смотрите, какой сохранчик. Был бы он, предположим, 27-го. Хей. Было бы интересно. Братцы, еще у меня монитосик один. Еще монитосик. Я ему... Подождите-ка. Щитовик. Сейчас почищу, покажу. Вот. 32-й год. 20 копеек. Пролетарий всех стран. А, нет. Союз Советских Социалистических Республик. Здесь написано с этой стороны. Вот. Это рабочий со счетом. А вот здесь пролетарий всех стран. Соединяетесь, по-моему, да? Соединяетесь. Пролетарии. Вот раньше было слово сочетание пролетарии. А я, если честно, ни хрена не знаю, что это такое. Пролетарии, это, наверное, прям народный пролетариат. Там, типа, это вся власть рабочим и все такое. Вот, видите? Школу я закончил 25 лет назад. И ни хрена уже не помню, что там было. Хотя мы эти пролетарии изучали. Ладненько. Так, братва, сквозь знойный ветер еще у нас монитос. И это, по всей видимости, двушка. Вот она она. Блин, ветрище пипец. Вот. Она у нас 28-го, зараза, блин. Опять очередной шанс был выгрести монетку. Блин, была бы она 27-го. Ну, когда она выпадет 27-го года? Пусть Женя заработает 150 тысяч рублей, закроет кредит, и жизнь станет легче. Вот. Ну, никак она мне не дается 27-го года, а. 28-й. Только всего лишь 28-й. Но надежды нельзя терять. Ищем дальше. Вот, ребята, и запахло Николаем Вторым, похоже. Или Александром. Ну-ка. Да. Лопаткой двинул, что ли. 1906-й год. Копеечка. Хожу-хожу, монетки потихоньку прибавляются. Ну, я снимаю все. Вот. Как бы. Кроме мусора. Вот. Возможно, зададите мне, ребят, вопрос. Почему показываю монеты выкопанные уже? Делается это для того, что очень много мусора. Очень много резаных пластин всяких. Медных, алюминиевых. Деревня Советская, видимо, была в свое время. То есть, жители поздно ушли. Вот. И на этом фоне здесь, и помимо гильзачей, очень много всякой хрени. Вот. Ям очень много делаю. Вот. Я последний раз включался минут 20 назад. А видите? Ну, сколько я? Два прохода, три сделал. Четыре. Не помню. Вот. Видите тот дом? То есть, по сути, я взял только еще, ну, может быть, метров пять. Вот. За 20 минут 25-метровый участок. Это очень-очень долго. Потому что, я говорю, много хрени. Так, братцы, советик очередной. Вот. Чуть по чуть идет. С СССР. А вот она. Видно по буквам после 35-го. Переворачиваем 10. Да, так и знал. 55-й год. 52-й, 55-й, 57-й. Их, блин. Этих рамочников. Да хрена. Интересно, что можно найти 10 копеек, был там, предположим, в 56-м, 57-м году купить. Ведь хорошая была денежка, по идее. Я помню, у меня отец с 56-го года рождения. Рассказывал, там, даст, там, типа, бабушка, 3 копейки. Вот. И там, типа, мороженое, в кино. А это, наверное, целых 10. Для как переливается. Вот. Берем. Ну что, братцы, вот такой вот ветродуй на поле вообще дико и жестко. Вот. Принял я решение собираться. Заеду сейчас на речку. Вот. Попробую спиннинг покидать. Узнать, пошла щука, не пошла. Вот. А потом нужно ехать домой, купаться и готовиться к стриму. Сегодня у нас Трещалово. Ну как сегодня? Условно сегодня. А когда вы этот ролик увидите, это значит о том, что стрим уже прошел. Вот. Такие вот находки я зацепил. Знаете, как бы, ну потихоньку-потихоньку монетки идут. Вот. Сегодня советов много. Всего лишь две имперские. Копейка. Николая Второго. 900. Сейчас я покажу вам все, друзья. Я их что-то тут небрежно так выложил из кармана. Вот. Ну и копейка серебром Николая Первого. Очень интересная и красивая монетка. Вот. Серебра у нас, как всегда, нет. Ну как, как всегда. Оно редко у нас бывает. Это только там, на Ютубе серебро в каждом видео. А у нас, видите, у нас вот так. Скромная, но все наше. Все наше и все из земельки. 55-й год 10 копеек, 52-й год 10 копеек, 46-й год 3 копейки, 48-й год 3 копейки. Вот про двушку ходячку я вам говорил, я ее не снимал. Звучало как царь. Так, ну это тоже была монета когда-то. 1906-го года копейка, рамочник 20 копеек 1932-го. И вот украшение нашего копа сегодня стало 1 копейка серебром 845-го. Потому что из всех монеток она самая старая. Вот. И были отработаны три двоечки 26-го года выпуска, 53-го года выпуска и 28-го года выпуска. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 монет и горшок вот такой зацепил. Ну, показать, что как бы присутствует керамика 19-го, 20-го века, начало 20-го. Вот. Такие вот, друзья, дела. Здесь в тенечке жарко, душно, а сверху на поле дует сильный ветер. Так, что у нас тут с камерой? Вот так подальше мы ее отодвинем. На этом ролике я закончу, друзья. Вот. Отвечу на ваши вопросы в комментариях, почему я не показываю, по крайней мере, вот в последних роликах, пока бью вот эту деревню, монеты, ну, процесс подъема монет. То есть выкопа по сигналу и всему остальному. Вот, ребят, в двух словах. Вот эта камера с флешкой на 64 гигабайта, на которой ведется съемка, она полностью забита на 2 часа 24 минуты, а 2 часа 41 минута двумя роликами. То есть я снимаю практически все, но уже в процессе выкопа и в процессе подъема, потому что отсюда не могу форматнуть. Бывает вот, ну, сигнал хороший, да, копаешь, вот. Ты на 100% уверен, что это монета. А когда находка появляется из земли, ты ее находишь пинпоинтером, это рубленая там или резаная какая-то пластина или, может быть, там кусочек алюминия. Этого очень много, это все на камере. Я вам могу сказать то, что, ребят, вы знаете, я не оправдываюсь, да, ну, просто люди, которые просто случайно забежали посмотреть мой ролик, это объяснение не для вас, а, скорее всего, для наших постоянных зрителей, которые смотрят меня не один год. Вот. Братва моя закадышная. Вот. То есть, как бы, вот эти вот два материала на 2 часа 41, чтобы вытащить оттуда хорошие находки, которые сняты на камеру уже как монеты, это, ну, короче, целый день сидеть эти два ролика, монтировать, клеить и вытаскивать оттуда то, что можно показать подписчикам. Все остальное, мусор, идет на формат, ну, на отформатирование флешки, ну, и, соответственно, удаляется после того, как я вытащу угодные находки. И из этого собирается частями полноценный ролик, там минут на 15 публикуется на канал. В общем, вот как-то так. Все просто у нас в деревне и со вкусом. Подписывайтесь на канал, как я уже обещал. Видите, какой дует. Как я уже обещал, братцы, в конце, когда я пробью всю эту распашку, всю эту деревню распаханную, я вам покажу все находки абсолютно, которые я здесь нашел, абсолютно все. И сделал такой, скажем так, ну, принял такое решение, короче, придумал такой план. Буду вам снимать ролик отдельным материалом находки с распаханной деревни. Вот, поднимусь на квадрокоптере, вот, поснимаю вам всю эту распашку, вот, и вы ее увидите. И вот площадь, ту площадь, которую я пробиваю здесь. И, короче, ну, что из этого получится. И все находки покажу. Вот, такой составной интересный ролик. Сделаю обзорчик, я думаю, вам понравится. Все, всем пока. Кто хочет это увидеть, подписывайтесь, конечно, на канал. Будет очень много интересного. Рыбалка скоро пойдет, вот такая забумбенная. Вот, и всем пока. Всем привет, мои преданные дорогие подписчики. Вот, и приятного вам просмотра. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...